Первый вопрос Если брать юг России То на Кубани К апрелю Лучшая картина сложилась По перезимовке о зимах И как эту картину Еще улучшить Что говорит опыт Вашего хозяйства Ну прежде всего Я подтверждаю То что сказано Что в этом году Состояние хлебов Состояние посева пшеницы Значительно лучше Прошлых лет Потому что и благоприятные условия Создались Непогодные В течение зимнего периода И системный комплексный подход К технологии Выращивания пшеницы Особенно сортовой политики И в данный момент Мы имеем Хорошо развитые Посевы Азимой пшеницы Практически всех сортов Особенно Такие как Амер Тимирязевка 150 Стиль 18 Которые имеют Очень высокую Степень кущения То есть на данном этапе Достигнуто Желаемое состояние Азимы Азимы находятся В фазе Весеннего кущения Практически Практически Сейчас Специалисты Агрономическая служба Работает над тем Чтобы вот тот потенциал Который имеется Сейчас на полях Значит Дну Сохранить И Не воплотить Уже в конечный результат То есть в урожай Что для этого делается Во-первых Азимы находятся Под постоянным наблюдением Под постоянным наблюдением Агрономической службы Ученых Которыми мы Тесно работаем Это прежде всего Научный центр Зерна Которые регулярно Приезжают И мы осматриваем поля И следим за развитием И состоянием пшеницы Данный период Обследовано Необходимо определиться С цитосанитарным состоянием Прежде всего Потому что В общем-то Незначительные морозы Значит Ну будем говорить В основном Теплая зима Они как бы Это все располагает К тому что Достаточно количество влаги Это все располагает И предполагает Развитие болезни Поэтому самым тщательным Образом Следим за этим И Конечно же После перезимовки Очень важный элемент Это Минеральная подкормка Этому фактору Необходимо Но самое Пристальное внимание Уделять И мы уделяем В чем именно Главная суть Этого Дело в том Что Подкормку Можно провести Просто так А можно А нужно Сделать Чтобы это было Исключительно Вовремя В нужную Фазу развития И Что очень важно Должны Ну Подобрать Это уже Искусство Агрономическое Подобрать Значит Именно Погодные Такие Условия Мы Уже Давно Убедились И Убеждены В том Что Значит Именно Эффективность Подкормки Зависит От Именно Этих Факторов Обязательно Когда Мы Вносим Минеральные Удобрения Мы Должны Учитывать Чтобы Положить Их Значит Во Влажную Почву Вернее На влажную Почву На влажную Почву Поэтому Мы В основном Это делаем В ночное Время Чтобы Использовать Утренние Росты Это Способствует Повышению Эффективности Вносимых Удобрений Значит Растения Сполна Используют Питание А не Так Как Иногда Кто-то Делает Вносит На Совершенно Сухую Жаркую Погоду Эффективность Снижается Ну Как минимум На половину На 50% От этих удобрений Мы Наш Собственный Опыт И Подтвержденные Данные Губанско-ограмного Университета За много лет Говорят о том Что если Вот эти Основные Моменты Значит Внесение Организации Подкормки Соблюсти Урожайность Значит Сортов Особенно Новых Вот этих Могучих Сортов Которые Сейчас Селекционеры Наши Выводят Значит Прибавка Урожайности Достигает До 15 Центнеров Гектара Значит А можем А можем Провести Ту же Подкормку Не 2-3 Центнера Прибавка Если ее Провести Не вовремя А Имеется Ввиду Какое Время Первую Подкормку Мы делаем Обязательно Для усиления Ранневесеннего Кущения Первую Подкормку Затем Примерно В зависимости От Как бы Развития Растений От фазы Развития Растений Примерно Через 30 дней Мы делаем Вторую Подкормку Значит И Значит Вторая Подкормка Используется И предназначена Для Значит Уже Теперь Для Формирования Делается Она При формировании Генеративных Органов То есть Начинает Заклад Начинается Закладка Колота То есть Вот Вся Мощь Урожая Именно Определяется В этот Момент И еще Повторяю Искусство Агронома Уловить Этот Момент То есть Начало Выхода В трубку Фаза Называется Именно В эту Фазу Определяется Урожай Который Мы Должны Обеспечить Минеральным Питанием Это Важнейшие Факторы И Благодаря Этому Мы Последние Годы Получаем Стабильные Стабильно Высокие Урожаи Азимой Пшеницы Вот Даже В прошлом Неблагоприятном Главный Момент А сколько Было В прошлом Году Сколько Получили Одним Этому Виктор Ильсей В прошлом Году В целом По кампании Мы Получили 50 Центнеров Но Это же Год Был Сумасшедший А вообще Наша Урожайность 70 70 71 Стабильно Мы по годам Получаем А в прошлом Году 50 Вы видите Какой Потенциал Цинистый А поля Некоторые Давали Значит За 70 Даже в этом Неблагоприятном Году Потому что Вот Разные сорта По разному Среагировали На Вот Именно На Эти Жуткие Погодные Условия Вот За 50 лет Работы Я не помню Такого Вообще Никогда Не было И тем не менее Вот выжили Давали Ну это От предшественника Зависит От многих Факторов Но Вот Именно Сейчас Мы Уделили Этой работе Очень серьезное Внимание И именно Подчеркиваю Вот Ночное Время Мы Организовываем И Очень Оперативно Важно Провести Именно Это Точечное Внесение Именно В тот момент Когда Растение Особо В этом Нуждается Первая Еще раз Подкормка Для усиления Кущения И мы Имеем Сейчас Мощные Раскустившиеся Посевы Азимой Пшеницы Вторая Подкормка Для закладки Урожая И наблюдаем За фитосанитарным Состоянием За болезнями Можно и подкормить И все сделать А болезни Могут унести Урожай На данный момент Исключительно Влагоприятное Условие Значит Ни корневых Болезней Нет Значит Ни листовых Болезней Нет Но тем не менее Это не факт Успокаивается Поэтому мы Продолжаем На чеку быть Надо На чеку быть У нас заготовлены На всякий случай И Защитные Препараты Различные Мы знаем Какими препаратами Работать В случае Появления Каких-то болезней Значит И так далее Ну и Особое Ответственность Нас предлагает Конечно Семеноводство Мы Практически Представляете Николай Мы Семенами Сеем Только Элиты И оригинальными Семенами Которые Это Бомба Извините За такое выражение Это важнейший момент Мы Причем Мы не покупаем Мы Выращиваем Сами Совместно С учеными Они Сейчас Себе забирают Сейчас Мы Сеем Оригинальные Семена Получаем Элиту И практически О первой репродукции У нас и речи нет Даже Конечно Плюс Потому что Северная зона Это не центральная зона Красноарского края Все равно Пожестче Поэтому нам Очень четко Нужно Все это Соблюдать И конечно Величайшее Достижение Это что у нас Один из лучших В Европе Семенных заводов Мы Получаем Семена Высочайшего Класса Высочайшего Класса И Ростовчане Покупают И Ставропольцы И Валаградцы И Гатов Приезжают За два года Мы себя зарекомендовали И мы не получили Ни одного Нарекания Ни одного А наоборот Количество желающих Увеличить С каждым годом Замечательно Вот такая вот Картинка Николай Силич На сегодняшний день Виктор Алексеевич Вот можно уточнить Вы как-то говорили Что важно Вторую подконку Провести Между Дождями В преддверии Дождей Если учесть Прогноз погоды И тогда Это вообще Высший пилотаж Получается Да Именно Вот наше выражение Это Высший пилотаж Я часто Применяю Когда оцениваю Работу специалистов Что вот Это действительно Высший пилотаж Я сказал Что важнейший Элемент Чтобы унести Во влажную погоду То есть мы Каким образом Или прошел Дождь Ну лучше 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 значит Когда Угадать Этот момент Значит Оценили Сводку погоды Сейчас достаточно Точно За сутки Определяют И мы Тогда уже Бросаем Всю мощь Всю технику И тут уже Никаких ночей Тут и день и ночь Мы Это идеально Когда Под Дождик Нести Это идеально Это у нас Стремится Каждый Гроном Посредственно Гроном Знает это Что нужно Внести Именно Вот под дождь Это Если дождь Нет Мы используем Я повторяю Используем Утренние Росы Даже Они практически Каждый день Бывают Сейчас То есть Обязательно Нужна влага Чтобы Растение Сполна Получило Все Весь Объем Минерального Питания Которое Мы вносим А не так Что там Внесли Поаплодировали Себе А там Осталось 30% Только Действующие Вещества Поэтому Конечно же Это Важнейший Элемент Подкормки Там Доблюсти Сроки Это одно А именно Вот Внесение Значит На влажную Почву В крайнем случае Или Под Дождик Использование Утренних Ростов Все Использовать Для того Чтобы Была Влага При внесении Удобрения Тогда Будет Эффективность Тогда Вот Эти Цифры Которые Я Говорил Полутора Тонна Гектар Может Быть Прибавка Это Данные Института 30-летние Данные Аграрного Университета Так что Это Не Подлежит Как Говорится Пересворю Ну и Мы На опыте Убедились Это Подтверждается Нашим Собственным Опытом Хорошо И Еще Одно Уточнение Площадь Подозимой Пшеницы Кубань Хлеб Сколько В Абг Кубань Хлеб Более 13 тысяч Серьезная Площадь Более 13 Конечно Это Не Тысяча Не Две Тысячи Вот Поэтому Мы Серьезно Сейчас Бобовыми Предшественниками Станились Значит Потому что Мы Говорим Здесь Прибавка А От Предшественников Вообще Мы Вот Допустим По кукурузе Посеяно И по гороху По гороху Плюс 10 Семь По сравнению С кукурузой То есть Или допустим С подсолнечником Причем Это явно Уже Все знают Поэтому Мы Расширили Лощи 2600 Гектаров Сеем Гороха А раньше Сеяли 100-200 Гектаров И улучшаем Почву И получаем Урожай То есть Решаем Несколько Задач Одновременно Ясно Виктор Алексеевич Спасибо За интересный Комментарий Хорошего урожая Хорошей погоды Хорошей Сыны А вам здоровья Крепко И удачи Во всех ваших делах Спасибо Всего доброго До свидания Спасибо До свидания До свидания До свидания